здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас майка в четырех размерах sml xl вот параллельно все будут размеры но кто со мной те знают как я делаю те же привыкли к моим к моему подходу вот она схема можете прямо сейчас за скринги потому что я ее буду рисовать потом в процессе она у вас будет под руками уже в готовом виде и вот сантиметрами чтобы вы могли сверяться по сантиметра потому что это я уже дорисовывала потом когда уже обработала готовые мальчики так что я буду делать я вижу параллельно две майки одну я вижу из alize baby best это детская пряжина я безумно ее полюбила она насколько приятно конечно же она не годится на жаркие дни но вот на такое прохладное лето которое в некоторых регионах есть она вполне себе подходит значит что у нас в составе 90 процентов акрил и 10 процентов бамбук вот вот кто еще не пробовал ну такая приятная она вообще шелковистое приятная и в работе и к телу она детская да поэтому понятное дело что для детей делают качественно да значит расход 200 граммов у меня ушло на мой размер м на с будет то же самое ну а на lxl плюс 50 граммов 50 и плюс 50 вот то есть 300 граммов внутри матка нужно покупать что хочу сказать для девочек с украины леночка уже работает на те почтовое отделение где есть ну где работают новая почта вот и понятное дело что сейчас работают только с тем что есть я леночка просила передать поэтому я вам передаю но пряжи alize baby best у нее есть в складе так что есть из чего выбрать цвета там нежные не броски они яркие ночью прекрасные цвета и цена бюджетная вот вторую майку я вязала вот из этой пряжи девчонки это мне досталось по наследству в счет рекламы мне ее дали она у меня с люрексом лежала лежала я люрекс не люблю те раду сейчас вам на 10 минут расскажу ну в общем решила я просто проверить потом взять тоньше спицы и проверить и просто проверить рить размер в итоге я безумно довольна получилось у меня две разные модели вязала я вот по размеру м и ту и ту ну это как бы немножечко такая такая стретч пряжа сейчас я вам скажу сколько здесь у нас метра тут поле поле амид полиэстер ну в общем всякая фигня вискоза но я посмотрела чем можно заменить то можно заменить который год а вот хлопковая пряжа будет тоже хорошо и сегодня прямо зашла в магазин вспомнила вот эту alize diva стрейч вот чем можно заменить это в том случае если вы хотите вот посмотрите я положила да не видно вам насколько она меньше получилась за счет того что другая пряжа но она в обтяжку вот это вот свободненькая с этими размерами но если вы хотите в обтяжку берите вот эту стретч пряжу здесь у нас под 25 граммов 100 метров то есть в 100 граммах это 400 метров метраж забыла сказать здесь метраж метраж у нас цвет это 450 если вдруг здесь у 240 метров 100 граммах вот а здесь 400 то есть про пряжа тоньше и она такая стречевая немного вот такой вот у меня получился эксперимент что то есть и вы можете связать два варианта либо взять эту пряжу связать свободный топ либо взять тоньше пряжу и связать в обтяжку этот как бы в мастер-класс он базовый ну как бы саму основу я вам здесь показываю как пройму рука пройму горловинку подгибка не за здесь в общем как обвязка вот эта кетлевка это все в этом видео узор сам у меня два видео вот этой сетки это я под видео в описании выложу этот узор и в круговую и поворотными рядами оба способа то есть вы просто потом по этому видео которое сейчас смотрите поставите узор то есть на узоре я здесь не останавливаясь только на нюансах размера вот либо же вы можете любой узор взять какой вы хотите и подставить уже подойти как бы количество петель и плотность вязания либо знаете делают вот одну полосу как патажурного узора да и хватит и тоже украсить а мне вот вот это вот мне понравилось просто так как есть она с люрексом да поэтому она мне как бы и и так нормально единственное что хочу если будете вязать сеткой то я прям утюжком прям хорошо разутюжила прям хорошо хорошо разве пушиного девчонки поэтому этот нюанс она очень такая вот эта сетка изначально такая чей чей сжатая ее надо и не бойтесь baby best и к тонгу и cotton gold утюжить они хорошо переживают вот эту вот пар отпаривание вот и на манекене потом я вам в конце покажу как выглядит разница в чем этих двух маяк забыла сказать про спицы девчонки спицы 3 миллиметра и 4 миллиметра и должна вам сказать одну вещь что самое интересное что вот эту вот я вязала сеткой больше 3 миллиметра а вот эту стрейч и обязала спицами 4 миллиметра и вот такой вот почему так я вам объясню потому что здесь нужно вязать посвободнее потому что неудобно вязать толстыми спицами вот эту вот цвет сетку поэтому спицы должны быть чуть потоньше чем положено а здесь пряжа стрейчевая поэтому взяла четверку а получилось что она сжалась поэтому вот так вот я вам говорю так как есть вы приспосабливайтесь на образце и по образцу уже определяйтесь какими спицами вам вязать набор петель по размерам вот она на соответствующее количество петель с xl я вижу м сто восемьдесят восемь петель а вы выбираете свой размер так набор петель и нижнюю планку я буду показывать на белом топе я начинаю с того что набираю на спицы 3 миллиметра петли петли вот этим вот каждую каким способом потому что мы будем делать подгибку поэтому максимально как бы таким чтобы не уплотняющим способом значит я набрала одну петлю и сделал узелок и дальше вот таким вот образом два три четыре шесть любую набираете свое количество первый ряд просто провязываю пока не замыкаю в кольцо просто провязываю один ряд лицевыми петлями здесь немного неудобно при этом наборе ну вы уж потерпите это всего лишь первый ряд вяжу ряд лицевыми петлями так ряд я провязала теперь смотрите теперь выравниваем обязательно чтобы не было перекрученная и всю последнюю петлю и провязала но и не надо провязывать последнюю петлю мы одеваем на первую и остается меня 180 петель и далее вяжу по кругу лицевыми петлями вот здесь вот можно обозначить начало ряда маркером что я и сделаю потом это нам нужно будет для узора сейчас не особо нужно ну чтобы не потерять обозначаем начало ряда маркером вижу так как это в круговую за переднюю стенку не назад за заднюю а за переднюю чтобы петлю развернуть чтобы не было скруток и так я провязала 14 рядов вот смотрите по кругу 14 красивых рядов чулочной гладью петлями вот мой маркер и сейчас мы просто соединим это все дело то есть подачем вниз значит что мы делаем мы вот сейчас вот здесь хорошо видно ту первую петельку значит первым делом мы переснимаем вот эту петлю я сразу ее разворачиваю и эту же петлю мы поднимаем вот она и поднимаем ее уже и провязываем две петли вместе лицевой есть следующая петля переснимаем далее уже смотрим здесь главное не попасть в одну и ту же два раза так я по-моему от камеру ушла сейчас я вам еще раз покажу здесь вот смотрите так вот она видите здесь у нас прицеплена вторую следующую мы цепляем и провязываем далее вот она подцеплена мы цепляем следующую и таким образом проходимся по кругу поднимая край и как бы пришивая его так вот я прошлась 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 весь круг последние мои петли смотрите в замыкаю я кольцо и последние петли поднимаю и перехожу но и так когда мы провязали в длину нужное количество рядов ну то есть в сантиметрах меряете потому что длина длину вы будете корректировать по себе что мы делаем нам нужно закрыть мы делим на поворотное вязание закрываем петли проймы для начала по 8 петель и у нас получится разделена передняя и задняя деталь вот таким вот количеством петель 76 86 96 и 106 каким образом смотрите я закрыла 8 петель сейчас я покажу как провязала 86 петель и закрываю вторую пройму снова закрываем 8 петель 1 6 8 так и у меня осталось 86 петель Вот она, где она, вот она, одна пройма и вот она, вторая пройма и две детали. Вот сейчас я буду вязать спинку, вот эту вот одну деталь. Сейчас у меня 86 петель и я вяжу первый ряд, просто провязывая до второй проймы. Итак, провязала я ряд до конца, поворачиваясь теперь вот эти петли. Вот вторая половина у меня остается на этих спицах, их можно переснять, чтобы не мешали. Но я не буду. Значит, теперь я буду закрывать петли проймы. Сейчас я нахожусь вот в этой точке, я довязала ряд. Здесь я в начале изнаночного ряда закрываю три петли. Вот теперь мы в начале каждого ряда будем закрывать петли. Два, три и вяжу ряд до конца. То же самое будет здесь. Вяжу ряд до конца. Так, завязала ряд до конца, повернулась теперь здесь. То есть мы начали с лицевого ряда, с изнаночного ряда. А здесь в лицевом ряду теперь второй раз. Два, три и вяжу ряд до конца. То есть вот они три. Довяжу ряд до конца, в начале ряда закрою две. Потом в лицевом ряду две. Потом три раза по одной. Раз, два, три. Вот таким вот образом. В начале каждого ряда. И так, сейчас я вам покажу, что у меня здесь. Значит, вот я отделила. Провязала здесь. Вот они, восемь моих. И здесь. Так, сейчас подниму вас. И здесь восемь. И вот пройма. Видите? Три, два и три раза по одному. Раз, два, три. Здесь то же самое. Вот восемь, три, два. Раз, два, три. Теперь я вяжу ровно. На данном этапе у меня здесь 70 петель. Вот ваше количество. То есть далее, это был скос. Далее мы продолжаем вязать ровно до выреза горловины. Это у нас спинка. Сколько вязать будем, я вам потом скажу. Вяжем ровно. Так, вот мой конспект, девчонечки. Провязала я от начала проймы. 46 рядов. Вы уже, у вас уже схема есть и в сантиметрах. Так что сверяйтесь, пока я отталкиваюсь от рядов. И буду делать вырез на спинке. Значит, вот что я посчитала. Закрывать будем средние 14 петель. И вот по бокам у нас для каждого размера, у меня это 28 петель. С каждой стороны у вас свою числу. Значит, я провязываю 28 петель. 3, 4, 5. Хочу показать вам визуально эту петлю. Буду-то на 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. 17, 20, 20, 20, 20, 20. Теперь 14 закрываю. 14 у меня заканчивается ниточка. поэтому придержу сейчас здесь чтобы узел потом спрятать в окантовку так проверяю здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 нас 13 14 28 так вот и теперь я вяжу вот этот ряд до конца и следующий пока потом будем делать сокращение так я провязала теперь с этой стороны я закрываю со стороны горловины закрываю 3 петли под каждом лицевом ряду я буду закрывать по 3 петли 1 2 3 и вяжу ряд до конца обратно и снова в начале следующего ряда я вяжу 3 закрой 3 петли и так 4 раза 3 4 так вот я сделала 4 сокращения смотрите 1 2 3 4 теперь я здесь нить обрезаю по длине и чтобы потом было чем сшить и буду сшивать крючком и оставляю нить же я привязываю так подожди у меня здесь осталось 16 петель 11 21 26 плечика это петли которые остались на плечи здесь я привязываю нить и второе плечико довязывая точно так же теперь в изнаночном ряду потому что здесь горловина у нас попадает на изнаночный ряд вот началом изнаночного ряда мы будем делать вот эти вот сокращения по 3 петли прям сейчас я и начну и точно так же довязывая петли 1 3 вижу ряд до конца следующий и следующем изнаночном делаю то же самое и так вот смотрите моя спинка у вас будет точно так такой же вырез только ширина плечика меняется почему так я вам объясню потому что маленький размер красиво тоненькая лямочка а чем больший размер тем лямочка должна быть шире вот это мое по моим ощущениям вот так вот чем дальше тем лямочка что пульса закрыть вот мне так кажется не знаю может вы со мной не согласитесь вот может это мой комплекс плюс 10 килограммов я что я делаю я меняю спицы буду вязать переднюю деталь там я петли оставляю открытыми вот потом сшибания пока не у меня тут гуляет и я перехожу на переднюю деталь которую мы вяжем полностью идентичном спинке я начинаю с изнаночного ряда потому что к лицевом и хотя тут принципе то и без разницы можно начать ну да ладно уже сказал привязываю ниточку и начинаю вот отсюда от трех петель закрытия то есть 8 у нас получается по центру по пройме а здесь привязывая нить начиная с трех петель сейчас вижу точно так же как я вязала спинку точно так же идентично все по вот этой вот схеме 3 петли закрыла 3 петли 2 2 3 раза по одной все очень схема у нас есть 1 2 2 3 и поехали дальше и так я провязала значит переднюю деталь 24 ряда ну вот от начала проймы всего 24 вместе с вот этими сокращениями смотрите полностью одинаковая деталь видите она и пока короче чем спинка сейчас я начинаю делать вырез здесь вырез здесь мы делаем так значит вот от начала проймы до начала выреза 24 ряда вот здесь вот я написала сейчас мы делаем то же самое закрываем 14 петель и здесь у меня 28 значит считаем 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 20 25 26 закрываю средних 14 13 и 14 и здесь должно остаться 28 проверяю 1 4 5 6 28 все правильно теперь вижу этот ряд до конца потом следующий и со следующего лицевого я делаю вот этот вот округление каким образом здесь у нас четыре раза по три здесь у меня будет 3 3 2 и 4 раза по одному 1 2 3 4 давайте вот здесь перерисую сокращение для передней детали значит здесь у нас 4 14 3 3 2 1 2 3 4 таким вот образом делаем сокращение со стороны горловины так вот вырез 3 3 2 1 2 3 4 и далее я продолжаю вязать ровненько вот это плечико вот пока у меня не будет 56 рядов в высоту от проймы вот общая высота точно такая же у нас на спинке то есть вот здесь вот у меня ровный сектор ваше количество рядов высоту либо корректируете по себе смотрите я довязала она скручивается это мы все исправим и теперь мне нужно закончить вот здесь вот я одену спицу любую я взяла крючок здесь я провязала 56 рядов высоту от проймы сравняла это все дело теперь крючком уберу плечико спинки видите и плечико передние детали так положил так и беру прям вот эти видите у меня здесь нити осталось и здесь и это рабочая которую я прям двумя и сошью нужно 1 захватила 2 петли ну вот так вот две петельки я сделала двумя и одну обрежу обрежу вот эту вот пусть я ее убила от края и все убрала то что эти ниточка у меня такие как сказал непослушные хорошо я затягиваю вот так вот плечико у меня сшито теперь я привязываю рабочую нить здесь вот с изнаночной стороны и теперь точно так же как на спинке девчонки мы начинаем дублировать только теперь у нас это на изнаночной стороне эти все сокращения так и мы делаем здесь прям сейчас начинаем с трех вот он наш вырез и с этой стороны на изнанке на изнанке мы делаем эти сокращения и полностью вяжем так как так 2 3 дальше будет сейчас у меня 3 3 2 1 2 3 4 все точно так же и потом кусочек ровно до нужного как бы нужной высоты сколько у вас и так 2 связано половинка теперь у меня здесь значит ниточка я выворачиваю не нужно лицевыми сторонами вовнутрь сложить вот образом и то же самое делаю я сшиваю плечикам по текучей ниток крючком и нам остается только петлю к обработать это все дело и так девчонки начала я уже даже обвязывать вот я развить уже лома очку свою и обвязала одну но показывать вам буду набор и саму тетлевку на вот этом вот белом тупе потому что и значит по пройме вот наш вход в руках мы набираем вот оно количество петель для каждого размера 95 я набираю сто сто пять сто десять хочу обратить внимание что это ориентировочная цифра зависимости от того как вы вяжете тут же или слабее или спицы тоньше взять может плюс минус 10 петель ну плюс нежелательно вот минус 10 можно у меня это получается ой что самое важное девчонки набирать мы начинаем с изнанки так как мы будем делать кетлевку отведите я уже несколько раз это все дело кстати у меня ниточка и сюда благополучно провели привяжу что еще хочу сказать все неровности все ниточки все вот это у нас спрячется в кетлевку так что не боимся никаких ступенек набираем петли вот здесь вот так вот визуально да нет какого-то определенного правила и единственное что вот здесь вот далее где уже у нас нет сокращения я набирала два вида один пропускала то есть два через один вот кстати вот видите раз два один ряд пропускаю раз два один пропускаем таким вот образом по кругу набираю петли с изнанки так значит я вязала 10 рядов вот в обеих своих моделях у меня по 10 рядов вы же можете вязать меньше или больше девчонки тут зависимости от того какую ширину вы хотите у меня где-то полтора сантиметра приблизительно значит что мы делаем дальше вот 10 рядов я провязала и теперь смотрите я беру крючок вот эту правую спицу протягиваю чтобы не слетела теперь вот первая петля я опускаюсь вниз начало основания этой петли вот она и ввожу крючок далее с изнанки здесь смотрите очень важно чтобы вот этот вот край попал сюда то спрятался в окантовку в эту петлю вку значит вела крючок теперь со спицей снимаю петлю захватываю рабочую нить и увожу вывожу сюда петлю есть теперь следующее смотрите вот здесь вот может быть дырочка ничего прям под петлю чтобы вот это все все вот эти ниточки все у нас ушло в эту петлю и спряталась снимаю петлю провязываю вытаскиваю и провязываю ту которая была у основания дальше снова снимаю провязываю и провязываю здесь это помешает пока ничего не сделаешь так и так далее важно не сместиться попасть вот ту петлю когда набьете руку она уже очень быстро получается очень аккуратно и красиво и это кетлевка я с тех пор как научилась ее делать и я прям в восторге и так мне нравится обработанный ею край что я ее использую по максимуму и так по кругу до конца вот так вот смотрите по кругу это все выглядит здесь изнанки эта цепочка с лица вот такая вот прекрасная раз прекрасная кетлевка и вот конец я вам хочу показать как доделать этот конец последняя петля и еще одну таким схолостую провязываем далее отрезаем нитку и выводим ее сюда это кстати видите не проделая во время вязание поэтому я продеваю сейчас вот за ниточку вот так вот продевая а потом даже не обрезаю продеваю в эту петлевочку и все обрежу здесь вот вот таким вот образом и далее здесь у меня это уже майка готова здесь точно так же я сейчас просто скажу вам сколько петель нужно набрать и далее разутюжечка так значит вот я набрала петли горловины для горловины у нас 90 ось 100 110 120 и 130 окружность тоже может колебаться смотрите и ориентируйтесь вот больше интуитивно да потому как вы вяжете и уже по тройме уже будете понимать в общем тоже это же я 10 ряду и точно так же делаю кетлевку точно так же 2 рука и так вот она маечка на манекене то которая беленькая вот смотрите она такая свободненько на манекене свободненько и на мне она чуть не так свободненько ничего пока показываю на манекене беду отпуск покажу вам обязательно на себе сделаю вам съемку и выложу обе маечки так что не волнуйтесь не переживайте все вам покажу сейчас просто показываю разницу между той и другой так и вот 2 это в обтяжку видно да девчонки что это более в обтяжку ну манекен опять же меньше меня размером поэтому на мне она будет в обтяжку и тоже следите за каналом я обязательно покажу на себе вот ну вот такая вот эта маечка получилось вяжите девчонки тут можно взять секционную кстати пряжу и тоже гладью связать такая базовая классическая мальчика девчонки и ничего сложного и я думаю вам такая классика вполне себе пригодится потому что это классика играйте как хотите а я забыла еще сказать что низ и обвязку можно сделать резинкой это по вашему желанию то есть и внизу резинка но мне почему-то майка с резинками не нравится мне нравится вот так вот чтобы она туда упала и себе и балялась там там где им хочется все девчонки на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока пока